Приветствую вас, друзья, на канале Яблочко. И сегодня я вам покажу, как поставить кнопку домой на любом айфоне. Многие помнят, что когда была еще старая версия айфона, вот тут такая была кнопочка, мы могли возвращаться благодаря нажатии ней, и она была очень удобна. Так вот, можно поставить на любом айфоне. То ли у вас 14, 15, 16 айфон будет когда-то выйдет, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, и эту кнопку можно активировать на любом айфоне. С вас лайк и подписка, с меня больше интересного и полезного контентика. Так вот, что же нужно сделать? Для начала нужно зайти в настройки и найти такой пункт, который называется универсальный доступ. Он есть на любом абсолютно айфоне. Дальше зашли, здесь ищем пунктик, который называется касание. Вот он у нас сверху. И здесь в касании ищем ассисты в тач. Вот этот пункт, как видите, у меня выключен. Мы его вот так вот активируем, и как видите, у меня появляется уже вот такая вот кнопочка «Домой». Очень-очень удобная. Мы ее ставим, где нам нужно. Но это еще не все. Оставляем, вот когда мы на него нажимаем, у нас здесь, видите, очень много пунктов. Нам нужно только оставить единственный пункт, который называется «Домой». Мы его вот так вот прокручиваем. Смотрите, сейчас я вот так вот его прокручу. И все, у нас только, чтобы один был пунктик, поняли, «Домой». Если у нас будет много, то это будет очень-очень четенько. И вот теперь образом, смотрите, вы зашли на почту, тут «Клац», «Домой» нажали, и все, у нас все вернулось. Это очень удобно. Будет всегда вас возвращать на главный экран. Также ее можно перемещать в любое удобное место. Она очень удобна для больших версий телефона. Если у вас 15 Pro Max, iPhone, то вот это вот как раз будет очень-очень удобно, чтобы вы могли делать. И вы также можете, смотрите, пункт управления здесь вызывать, аппарат Siri можете вызывать, снизить громкость, центр уведомлений, посмотреть, кто вам там что-то написал. В общем, очень удобная кнопка на самом деле. И я рекомендую ее активировать каждому из вас. Кто ее не знал, ставьте лайки, ведь впереди много интересного. И вот, кстати, очень-очень она полезна. Также вы можете настроить непрозрачность в покое, использование контроля, можете ускорить эту кнопку, увеличить, уменьшить и так дальше. Она очень-очень удобная, в ней пользуюсь постоянно. И хочу сказать, что действительно очень-очень крутая кнопка. С вас лайки и подписка, с меня больше интересного контента.